Довольно долгое время это историческое здание в центре Гомеля было неиспользуемым объектом. Пока на аукционе его не приобрел предприниматель Александр Ворожбитов. Два года длился непростой процесс реконструкции объекта. И вот в 2014-м двери посетителям открыл современный медицинский центр. 15 направлений деятельности, новейшее оборудование и квалифицированный персонал. А вместо рекламы положительные отзывы первых клиентов. В итоге менее чем за полгода посещаемость центра достигла порядка 200 человек в день. И это при том, что пока центр работает не на полную мощность. В перспективе учреждение сможет принимать до 500 пациентов в день. По мнению сотрудников центра это поможет разгрузить государственные медицинские учреждения Гомеля. Первостепенная задача это конечно здоровье людей. Как бы это ни звучало со стороны бизнеса. Но сегодня вопрос стоит номер один. Это все-таки первое это дать людям помощь. Второе это зарабатывание денег. Прежде всего это все-таки чтобы люди получили ту помощь, которую они не могут получить в другом месте. И потом если вдруг коснется у этого человека или у него родственника, чтобы он пришел сюда и опять обратился. В профессиональном подходе к организации этого медцентра в Гомеле можно не сомневаться. Ведь его очередитель в данной сфере не новичок. В этом году исполнилось 10 лет, как медицинский центр, основанный Александром Ворожбитовым, работает в Жлобине. Всего же в бизнесе предприниматель уже более 15 лет. Вначале была служба такси в том же Жлобине, автостоянка. А позже Александр занялся реконструкцией и продвижением торговых центров. И сегодня даже не верится, что эти современные объекты инфраструктуры Жлобина и Гомеля некогда были заброшенными зданиями. Здесь вопрос не стоит сегодня в деньгах. Если бы я имел сегодня или в то время я имел много денег, я бы в жизни не добился в бизнесе. Когда мы начинали диспетчерскую такси, у меня было 100 долларов. Получится только в том случае, если есть желание работать и создать что-то, увидеть то, что ты создашь, вот оно то, что ты сделал. А если ты считаешь сразу деньги, о том, что вот это мне даст, прибыль не даст, мы бы в жизни этот медицинский центр не начали, если бы мы посчитали рентабельность и все. Смысла нет. Здесь весь интерес в работе самой. В 2014 году предпринимателями Гомельщины было приобретено в собственность порядка 100 неиспользуемых объектов коммунальной собственности. Все они в скором времени наверняка станут достойными объектами инфраструктуры и производственной сферы региона. Костюмы Деда Мороза, Снегурочки, сказочных и мультипликационных героев на этом предприятии можно увидеть не только в канун новогодних праздников. Частная фирма «Швея-искусница» в Речице занимается пошивом карнавальных костюмов круглый год. Ассортимент более сотни наименований. Основные покупатели – Беларусь и Россия. Разместилось предприятие на площадях бывшего городского дома «Быта». К слову, сегодня здесь арендует помещение немало частных фирм. Частное предприятие «Швея-искусница» было создано при поддержке Речицкого райисполкома. На данный момент работает у нас среднесписочная численность работников – 49 человек. Порядка до 10 человек у нас имеются вакансии. Средняя зарплата у нас от 3 до 5 миллионов в зависимости от выработки. Всего в Речицком районе на сегодняшний день работает более 500 частных предприятий. И сфера бизнеса довольно быстро развивается. Так, за 11 месяцев 2014 года здесь было зарегистрировано 45 новых малых предприятий. Впрочем, не стоят на месте и частные компании, существующие не первый год. Проводят модернизацию, осваивают новую продукцию и рынки сбыта. Общество с дополнительной ответственностью гильдии в Речицком районе работает уже 20 лет. За это время его продукцию, доску для пола из массива дуба, оценили в России, Германии, Голландии, США. А недавно здесь освоили новый продукт – так называемый двухслойный и трехслойный инженерный паркет. Это более бюджетный вариант, доступный широкому кругу потребителей. Для того, чтобы немножко экономить, все-таки дуб является ценной породой, приклеивается ламелька на фанеру или на подложку из дуба для экономии этого материала. Чтобы полностью исключить потери по дубу, будем выпускать еще паркет на так называемый квадратный, с маленьких сечений на небольших квадратных листах фанеры. Чтобы и, как мы говорим сейчас, кусковые отходы тоже шли в производстве. По итогам на 1 декабря 2014 года количество субъектов малого и среднего бизнеса в Гомельской области составило свыше 39 тысяч. Из них порядка 10,5 тысяч юридических лиц и около 29 тысяч индивидуальных предпринимателей. От их деятельности в доходную часть бюджета за 11 месяцев 2014 года поступило свыше 3 триллионов рублей. Супермаркет «Новый континент» в Жлобине-2 по счету Дороговый центр частного предприятия «Эконом-маркет». Конкуренция в данной сфере в городе немалая, потому предприниматели стандартной торговли продуктами, пусть и в самом широком ассортименте, решили не ограничиваться. Сегодня здесь можно отведать и кулинарную продукцию собственного производства, заказать любой кондитерский шедевр, приобрести итальянскую пиццу, причем как на месте, так и с доставкой на дом, сделав заказ по телефону. А недавно рядом с супермаркетом появилась еще одна вывеска «Кафе «Континент». Предприниматели делятся. Буквально в ближайшие дни новое оригинальное заведение общепита в Жлобине примет первых посетителей. В ближайшее время открывается «Кафе «Континент»» на 45 посадочных мест. В кафе вы можете хорошо отдохнуть, будет культурная программа, будут разные исполнители, живая музыка. Благодаря предпринимателям жители Жлобина вскоре опробуют на себе и такую услугу, как бесконтактная автомойка. Инициаторы проекта – инвестиционная группа «Голд Инвест Лайн» с польско-белорусским капиталом. В данном случае в Жлобине представлен первый пилотный проект «Мойка самообслуживания на четыре поста», где каждый желающий человек может приехать и помыться по весьма демократическим ценам. То есть разница между мойкой самообслуживания и мойкой обычно составляет более трех раз. Также в планах нашей организации – это выйти за пределы города Жлобина и попробовать освоить Гомельскую область. Наряду со сферой услуг деловые люди региона развивают и производственное направление. Так, из 961 частной организации, созданной на Гомельщине в январе-ноябре 2014 года, 298 зарегистрированы именно в производственной сфере. На базе частного предприятия «Белвена ЛТД» в этом году было запущено уникальное не только для Гомельской области, но и для республики импортозамещающее производство по изготовлению патронов для намотки текстильных нитей. Основной потребитель – предприятие нефтехимической отрасли. До этого года, рассказывают здесь, всю аналогичную продукцию нашу страну завозили из Европы. К данному проекту мы готовились последних 4 года, и именно столько занимает, может, даже больше, чем 4 года, изучение технологии данного производства, обучение людей и, соответственно, изготовление оборудования. Продукция, она процентов на 30 дешевле, чем заводится с Европы, и используются в том числе основные сырьевые источники Республики Беларусь. Развивается частное предпринимательство и в малых городах, к примеру, та же «Корма». Активизация этой сферы в районе отмечается в последние 2 года. Из 37 субъектов частного бизнеса 17 зарегистрировано именно в этот период. И сегодня формирование бюджета района за счет частного сектора экономики выросло почти в 2,5 раза. Кормянские предприниматели семья Чубенко в частном бизнесе уже не первый год. Начинали с торговли на рынке, позже открыли свое частное торговое предприятие. Сегодня у предпринимателей Чубенко целая сеть магазинов с самыми различными товарами – стройматериалами, бытовой химией, канцелярскими принадлежностями, детскими игрушками. Правда, пока помещения для организации продаж приходится арендовать у комбината бытового обслуживания. В перспективе же предприниматели планируют строительство новых торговых объектов. Мы стараемся, работаем. Во-первых, девочки у меня очень хорошие, продавцов мы выбираем очень-очень тщательно, потому что вежливые, чтобы не было даже близко никаких нарицаний от слова покупателя, что нарубили или что-то такое. Активно развивается на Гомельщине и такой вид частной инициативы, как агро-экотуризм. Здравствуйте, заходите. В белорусско-французской семье Галле всегда тепло встречали гостей. Однако о том, что их гостеприимство может стать частью собственного дела, не задумывались, пока не узнали о существовании такого направления, как агро-экотуризм. В итоге доработали проект своего дома, строительство которого в живописном уголке деревни Горваль Речицкого района как раз было в самом разгаре. Получилась современная комфортная агроусадьба. И вот уже второй год здесь принимают туристов. Им нравится, что у нас все открыто, что нет забора, который закрывает вид, потому что действительно тут очень красивая природа. Утром можно просто вставать и смотреть через окна, увидеть берегу Березины. Иногда туман есть, но мне кажется, что мы на каком-то островке оказались. Там действительно очень красиво. Восемь комнат поместья Горваль могут разместить одновременно до 30 человек. Каждая комната – полноценный гостиничный номер, рассчитанный на проживание целой семьи. О питании отдыхающим в усадьбе тоже можно не беспокоиться. Гостеприимные хозяева позаботились и об этом. Тут получается столовая для гостей. До 20 человек могут здесь кушать. Мы предлагаем трехразовое питание – завтрак, обед, ужин. Все желание, вкус можно обсуждать с гостями. У нас есть русский печь, рабочие тоже. И достаточно часто мы готовим тоже, особенно зима. Но то драники, то блины русским перечисленным методом. И всем нравится. В Речицком райисполкоме рассказывают, многие агроусадьбы в районе имеют определенную специализацию. Охота и рыбалка, национальные традиции, загородный отдых в современных условиях и другие. К примеру, в той же усадьбе поместья Горваль предлагают семейный отдых. Тут и организация проживания, и досуга способствуют комфортному времяпрепровождению не только взрослых, но и родителей с детьми. Есть домашняя атмосфера, потому что это не как гостиница, где люди просто живут сам себе обычно. Люди, которые к нам приезжают, мы с ними общаемся. Это для них интересно и для нас интересно. У нас есть песочница, у нас есть детская прошадка, интересно. Но батут тоже для детей. Мы стараемся, чтобы все гости, которые приедут к нам отдыхать, было комфортно и родителям, и детям. Всего в Реческом районе сегодня действует около 30 агроусадеб. Конкуренция довольно высокая. Однако, по словам некоторых агроэкобизнесменов, секретов или неприязненных отношений между ними не существует. Ведь все они, по сути, занимаются единым делом – развитием инфраструктуры и туристического потенциала родного края. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова